Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 В нем отмечено, Ваша честь. В любом случае, я касательно пропуска срока хотел бы сейчас обратить внимание сюда. Срок для того, чтобы ответить на соответствующее уведомление оказался пропущен. То есть, 31 июля обратился заявитель, только 4 августа правительство Севастополя предоставило ответ, дало на почту ответ о невозможности проведения митинга на площади Нахимов. Что касается постановления Конституционного Суда, здесь указано, в любом случае, продление на период нерабочих праздничных дней, установленного пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона, срока в течение которого после получения уведомления уполномоченный орган публичной власти обязан довести до сведения организатора публичного мероприятия об основанное предложение об изменении места или времени проведения публичного мероприятия, а также предложение об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия, требованием названного федерального закона, не допускается. Хотелось бы подвести итог. Это цитата из постановления Конституционного Суда. Независимо от того, что 1 августа являлась суббота и 2 воскресенье, данный срок не подлежит продлению. То есть 3 дня было у правительства для того, чтобы ответить на соответствующие уведомления, изменить место, время, какие-то еще обоснованные предложения сделать. Однако правительство города Севастополя, к сожалению, такой возможностью или к счастью, не воспользовалось. А ответило только 4 числа, ваше честь, там плохие копии. Я бы предоставил на обозрение Суда оригинал конверта, на котором стоит дата сдачи его на почту. Это 4 августа, поэтому правительство города Севастополя опоздало с соответствующим уведомлением. Соответственно, оно, с нашей точки зрения, является в том числе и незаконным. Я продолжу, ваше честь. Решением от 3 августа 2015 года исполняющий обязанности директора департамента внутренней политики города Севастополя, предложил инициативной группе 12 августа перенести место проведения публичного мероприятия в памятник у Салкрата и Матроса. Здесь стоит отметить, право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пиктирования закреплено в статье 31 Конституции Российской Федерации. Свобода в собрании, в том числе, закреплена статьей 11 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Согласно Конвенции, осуществление этого права не подлежит никаким ограничениям, ваше честь, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы, подчеркнув, в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка. Порядок реализации рассматриваемого конституционного права регулируется федеральным законом, как я уже упоминал, в 54-м ФЗ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, отдельные статьи которого возлагают организатора публичного мероприятия обязанность в установленном порядке подать в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации уведомление о проведении публичного мероприятия в установленный срок в письменной форме, информировать орган исполнительной власти о принятии либо не принятии его предложения об изменении места, времени проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении. Обязанности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в вопросах проведения публичных мероприятий установлены статьей 12 Федерального закона 54 В том числе на него возложена обязанность по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан при проведении публичного мероприятия В части 5 указанной статьи закреплены основания, по которым орган исполнительной власти вправе отказать в согласовании проведения публичного мероприятия Ваша честь, в соответствии со статьей 8 указанного закона, публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия местах в случае, если его проведение не создает, я подчеркну, это основание для отказа или переноса места проведения публичного мероприятия, не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия. Условия запрета или ограничения проведения публичного мероприятия в отдельных местах могут быть конкретизированы федеральными законами. Хотелось бы отметить, что указанных запретов или ограничений на проведение публичных мероприятий на площади Нахимова не содержится в федеральных законах. Места, в которых проведение публичных мероприятий прямо запрещено, перечислены в части 2 статьи 8 федерального закона 54. Из положения части первой указано, что публичное мероприятие, еще раз повторюсь, не может проводиться в местах, где управление создает угрозу обрушения зданий и сооружений или иную угрозу безопасности участников данного мероприятия. Ваша честь, на площади Нахимова не создается угроза обрушения зданий или сооружений, там нет на площади Нахимова, а также, по нашему мнению, не создается иная угроза безопасности участников данного публичного мероприятия. Поэтому мы считаем, что указанное публичное мероприятие в полной мере может проводиться на площади Нахимова, не угрожая безопасности каких-либо лиц, в том числе и лиц, пришедших на это публичное мероприятие. Оценивая иные мотивы отказа в согласовании митинга 12 августа, указанные в решении КОУ 0215-011, можно прийти к выводу об их незаконности. Инициативная группа по проведению митинга 12 августа на площади Нахимова проанализировала график движения катеров во время проведения запланированного мероприятия. Учитывая большое количество тротуаров, которые не предполагаются к использованию во время проведения мероприятия и будут свободны, считаем, что никаких препятствий на пути следования пассажира потока между остановками общественного транспорта и местной посадки на катер создаваться не будет. Кроме того, к решению 3 августа 2015 года, к сожалению, не приложило правительство, в том числе и исполняющее обязанности директора Департамента внутренней политики города Севастополя, не приложил каких-либо документов, свидетельствующих о том, что действительно будут создаваться какие-либо проблемы пассажира потоку, в том числе там делается ссылка на какие-то жалобы и так далее, которые имеются в Департаменте внутренней политики. Однако, они тоже не были приложены к ответу, и, Ваша честь, я обращу сразу Ваше внимание, к сожалению, не предоставлены в суд, поскольку ходатайства в привлечении, приобщении указанных документов у представителя заинтересованного лица не было. Далее, предлагаемое правительством Севастополя в решении 03 августа 2015 года альтернативное место у памятника солдату и матросу, мы считаем, не дает возможность достигнуть цели и задачи проведения митинга. Предложенная площадка является труднодоступной для людей старшего поколения, ввиду отсутствия транспортной инфраструктуры. С учетом того, что митинг проводится в вечернее время, пешеходные пути не оборудованы уличным освещением и отсутствуют широкие тротуары для беспрепятственного движения большого пешеходного потока. Место проведения митинга у памятника солдату и матросу не соответствует, по нашему мнению, требованиям безопасности и доступности для организации массовых мероприятий. Мы также обратим внимание, Ваша честь, на тот факт, что на площади Нахимова постоянно проводятся публичные мероприятия, которые в том числе согласовываются правительством, которые непосредственно реализуются правительством. Однако никогда правительство города Севастополя, в том числе губернатор, не видели препятствий в проведении каких-либо массовых мероприятий в данном месте. Никогда проведение массовых мероприятий не угрожало жизни, здоровью, безопасности граждан, не угрожало обрушением зданий, сооружений и так далее. Хотелось бы отметить, Ваша честь, что в определении 2 апреля 2009 года Конституционный суд указал на то, что правительством, а точнее исполнительным органом субъекта Российской Федерации, должно предлагаться место проведения публичного мероприятия, которое позволяет достигнуть правомерные цели этого мероприятия в этом месте, в то время, которое соответствует его социально-политическому значению. Безусловно, я уже говорил по таким причинам, место проведения мероприятия у памятника солдату и матросу не позволит достичь цели и задачи проведения публичного мероприятия. Хотелось бы отметить, Ваша честь, я сразу отдельно остановлюсь, в соответствии со статьей 249 Гражданского процессуального кодекса, обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для принятия нормативно-правового акта и его законности, а также законности оспариваемых решений, действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих возлагаются на орган, принявший правовой акт органы и лиц, которые приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия. Ваша честь, я так понимаю, что в судебном заседании мы, к сожалению, не увидим каких-либо доказательств, которые обосновывают позицию правительства города Севастополя и конкретно исполняющего обязанности Департамента внутренней политики в силу отсутствия каких-либо ходатайств при общении документов. Поэтому мне не совсем понятны формулировки в ответе, которые мы получили на наше уведомление с пропуском в соответствующем сроке. О том, что это какие-то создаёт препятствия по пассажиру потока на катер. Нет никаких документов у правительства города Севастополя. О том, что есть какие-то жалобы. Опять мы не видим, к сожалению, никаких документов от правительства города Севастополя. О том, что место проведения мероприятия у памятника солдату и матросу благоприятно и позволит достигнуть цели и задачи тубличного мероприятия, опять же, каких-либо доказательств от правительства города Севастополя не предоставлено. В силу отсутствия соответствующего ходатайства на ваш вопрос. Ваша честь, учитывая вышеизложенное, мы просим на основании статьи 19 федерального закона все четыре ФЗ о собраниях митингов и демонстрациях шествий и пикетирования, признать незаконным решением правительства Севастополя от 3 августа 2015 года номер полк 0215-01-1 об отказе согласования о проведении публичного мероприятия митинга 12 августа 2015 года на площади Нахимова и переносе митинга к памятнику солдату и матросу. Мы просим обязать правительства Севастополя, губернатора города Севастополя согласовать проведение публичного мероприятия 12 августа на площади Нахимова. Мы просили одним из требований сразу приостановить действие решения правительства Севастополя до вступления в законную силу решения суда. Да, Ваша честь. Ваша честь, поясню, заявите. Ваша честь, если позволите. Как только мы получили ответы с правительства, к сожалению, с нарушением сроков, мы направили в правительство сообщение о том, что... мотивированное сообщение о том, что предложенное место не является пригодным для использования при проведении публичного мероприятия, указав те доводы, которые уже были озвучены. Это и недоступность его, это и безопасность для проведения мероприятия. Указав на это, мы также напомнили о пропущенных сроках и сообщили о том, что единственным возможным с нашей точки зрения местом проведения мероприятия является площадь Нахимова. Вы согласованы, и хочу обратить внимание, что время и число, и время проведения мероприятия было согласовано правительством. Мы оспариваем именно место проведения. То есть дата 12 августа и время 18.30 правительством было подтверждено. Согласно ответа, я вижу, что время и дата проведения согласованы. Единственное, мне кажется, вот я об этом не спрашиваю. Я правильно вас понимаю? Вы в своем согласии... То есть вы уведомили о своем... Нет согласия. Абсолютно верно, ваше честь. ...с предложенным местом проведения. Абсолютно верно. В чем нарушены ваши права? У меня здесь, насколько я понимаю, вы не являетесь лицом ускоренного возраста. Это, повторяйте мне, насколько я знаю, в этом городе двоя митингом. Сколько я понимаю, заявлено, митинг заявлен до 20 часов. Абсолютно верно, ваше честь. Хорошо, я добавлю пример. ...заявитель является организатором публичного мероприятия, ваше честь. В своем определении от 2 апреля 2009 года, т. 484-ОП, Конституционный суд указал, что положение части 5 ст. 5 Федерального закона 54 ФЗ, предусматривающей правомощи органа публичной власти сделать организатором публичного мероприятия мотивированное предложение об изменении места или времени его проведения, не может рассматриваться как нарушающие конституционные права заявителя в целом. При этом в названном определении Конституционного суда указано, что оспариваемое законоположение, предусматривающее полномочия органов публичной власти внести мотивированное предложение об изменении места и времени публичного мероприятия и указывая на необходимость согласования данного предложения с его организацией, мы предполагаем, что вариант, который предлагает исполнительный орган субъекта Российской Федерации, делает возможным достижение правомерных целей этого мероприятия в конкретном месте и в конкретное время, которое соответствует его социально-политическому значению. Вашего честь. Таким образом, организатор публичного мероприятия стремится достигнуть конкретной цели, конкретного правомерная цель публичного мероприятия. И он отвечает за достижение конкретных целей, именно организатор публичного мероприятия. А следовательно, несогласование места проведения публичного мероприятия является нарушением права организатора публичного мероприятия на проведение его в указанном месте, в котором он, собственно говоря, и хочет его провести, о чем подал соответствующее уведомление. Это есть в решении Конституционного суда. Право заявителя на проведение публичного мероприятия в конкретном месте в конкретное время. Я спрашиваю с учетом предложения альтернативного мероприятия. Так, вам предложение альтернативного мероприятия. Ваша честь, организатор мероприятия отвечает. Я считаю, что сильнее в этом городе, чем может закончиться, как и нет, равновесие, которые мы не выживали в сомнении. А кроме того, инфраструктура, транспортная инфраструктура, насколько я понимаю, Ваша честь, я... Я при этом и спрашиваю, какие права заявителя... Ваша честь, я, да, еще раз остановлюсь. Ваши честь, еще раз... Я вам сейчас поясню, какие права. Я вам сейчас поясню, какие права, да. Ваша честь, ну, вы видели уведомление... Пожалуйста, ведется запись. Когда, когда есть кто-то еще, кроме лица, который играет свою позицию, или мой голос, накладываются два голоса, запись не производится. Поэтому, пожалуйста, мы в зале одну и решим. Ваша честь, о конкретных правах моего заявителя хотелось бы отметить следующее. В соответствии с законом 54 ФЗ организатор публичного мероприятия имеет право проводить митинг, демонстрация шествия и пикетирования в местах и во время, которые указаны в уведомлении о проведении публичного мероприятия. Вы видели уведомление публичного мероприятия, Ваша честь. Там проводить его собрался не один Камелов Иван Николаевич, который может туда дойти, в том числе по неосвещенной улице. Тогда бы он совсем не подавал уведомления. А организатор публичного мероприятия, в том числе, несет ответственность за тех граждан, ответственность по 54 закону, которые придут на это мероприятие. И он обязан отвечать, в том числе, за их безопасность, помимо правительства Севастополя. В силу этого он не рассматривает вариант альтернативный, Ваша честь. И мы, Ваша честь, хотели бы акцентировать, что это именно правительство должно нам сейчас рассказывать, почему же этот вариант гораздо лучше и удобнее для того, чтобы проводить публичное мероприятие, которое мы хотим провести. А не мы должны доказывать, что нам это невыгодно, неудобно, или отсутствует транспортная инфраструктура и так далее, что прямо указано в стадии, как я уже говорил, 249-й гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Абсолютно верно. Хотелось бы посмотреть, какие доказательства будут представлять, прежде всего, правительство Севастополя, в том числе, исполняющие обязанности Департамента внутренней политики. Уважаемый суд, хотелось бы пояснить, касательно предоставления доказательства. К сожалению, исковое заявление в повестке приложения в определении ДНК поступило в правительство Севастополя только лишь в понедельник, то есть 10 августа 2015 года. К сожалению, невозможно в ДНК готовиться к судебному процессу, столь сложенному и ответственному. Поэтому мы будем прояснять лично, что, что невозможно, мы скажем, ответим на все вопросы суда и участников прожили. Кроме того, обладаем, что в проведении от указанного мероприятия вместе с памятником Севастополя совершенно обосновано и имеет законность решения правительства при подаче при предложении комплективного варианта двоих митингов. Правительство Севастополя не отказывает в проведении митинга как такового, согласовывает время проведения. Однако место считаем не соответствующим последующим обстоятельствам. Во-первых, транспортная нагрузка сейчас на государственное управление севастопольным митинговым сезонам возросла с большим количеством приезжих туристов и лиц в город Севастополь. Не для кого не секрет, что сейчас в Севастополе в уродный сезон находится население в два раза больше, превышающее количество жителей на территории города Севастополя, местных жителей. Соответственно, были государственные митинговые предстоятельства севастопольские митинговые предстоятельства по увеличению транспортной нагрузки на катерах, которые перевозят людей на северную сторону, на точке Сахарова, в городе Севастопольском. Кроме того, в правительственном Севастополе, в частности, департаменту внутренней политики города Севастополя, ведется текущая работа по проведению культурно-массовых мероприятий на площади Невсуново-маркут. На данную дату, 12 августа 2016 года, было запланировано проведение концерта «Севастополе» молодежи. Упразднанные планы, к сожалению, еще пока не подписаны, но приговоренность с участниками данной акции уже была достигнута на эквентациях. То есть, очень трудоемкий процесс приглашения участников в акции, согласование всех планов мероприятий, обеспечение, кстати говоря, безопасности тоже в мероприятиях, обеспечения сил полиции и иных формирований, довольно-таки честно, понятно, в обеспечении безопасности. Кроме того, заявленное количество 3000 человек действительно нарушит возможность передвижения по площади Невсунова, так как проводятся экскурсионные отборы туристические для приезжих в город Севастополь. Также, возможно, ну, нефига полностью, конечно, смотреть, где их арт-экран и ставят проходы так обычно специально на площади Невсунова, потому что они занимают большое место, большое количество мест и будут затруднять движения по дороге, это тоже может быть в планах указанного лагеря, которое просто невозможно предугадать в некоторых моментах. Естественно, правительством, учитывая право граждан на проведение собраний, митингов и шествий, которое гарантировано как и конституция, как и официальным федеральным оконам, было предложено альтернативное место, которое рассчитывает, также имеют подъезды, освещение, в котором также проходят массовые мероприятия, насколько я помню лично. Последнее массовое мероприятие, это был день воздушно-десантных поезд, на котором присутствуют ветераны воздушно-десантных воздушно-десантных поезд, ветераны религии отечественной религии, также иные представители военно-патриотических клубов и их организаций, и это тоже носит массовый характер. Поэтому мы считаем, что именно площадь перед памятью государственного вопроса является полно доступным местом для проведения указанного шествия. Что касательно сроков дачи ответа на согласование указанного шествия, то хочу пояснить суду, что 31 июля 2015 года являлась пятница, два дальнейших дня являются выходные дня, а 3 августа 2015 года является понедельником, когда был дан ответ, уже непосредственно заявительный, ну, на учреждении. Поэтому мы считаем, что в Украине, в данном случае, не нарушил законных сроков, дача ответа, дача согласия на проведение литинга и продолжение альтернативного варианта проведения литинга, установленный закон обслуживающим материальным сроком, в учреждении и собраниях. Уважаемый представитель правительства Севастополя, вы отметили, что в настоящий момент увеличилась нагрузка на транспортное сообщение. Подскажите, пожалуйста, какая она была и какой стала? Вы сказали, что она увеличилась, хотелось бы конкретные цифры услышать. Ну, конкретные цифры я вам не могу предоставить, потому что я не являюсь сотрудником направления транспорта, соответствующего соответствующего структурного управления. Следующий вопрос. Откуда у вас сведения о том, что она увеличилась? Во-первых, это не секрет не для того, что в городе Севастополь лице, как и законодательного правительства, ведет работу по улучшению туристического климата на территории города Севастополя, привлечению туристов. Это ведет к тому, что выполняет местный бюджет. Уважаемый представитель правительства. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Откуда вам известно увеличение нагрузки на пассажиропоток, на катера? Конкретный вопрос, конкретный ответ. Пожалуйста. Это информация у меня как-то. А эта информация откуда взялась вами? Он кто-то ее сообщил, она где-то фигурировала, он, не знаю, в переходе, на куринке сказали. Я могу не пояснить то, что я уже говорил назад, в начале того, что... Уважаемый представитель, конкретный вопрос. Откуда вы взяли информацию? Ответьте мне и все. Я ответил про меня как-то. В какой форме она была вам предоставлена? В какой форме она была вам предоставлена? Ответьте мне и по готовке к седенному национальному. Спасибо большое! Подскажите следующий вопрос. Вы сказали о наличии каких-то документов о транспортной нагрузке. У вас они сейчас есть? Я не говорил о наличии документов. Вы говорили я конкретно эту фразу зафиксировал. О транспортной нагрузке. Какие-либо документы у вас есть? Документы я еще раз пояснял. Хорошо, я понял. Следующий вопрос. Уважаемый представитель правительства Севастополя, вы сказали, что население выросло в два раза в связи с курортным сезоном. Откуда у вас эта информация? В соответствующей курортной департаменту правительства работала. В какой форме вы ее получили? В какой форме вы ее получили? То есть вам кто-то об этом сообщил? Естественно, я в должном собрании. Подскажите, пожалуйста, когда были запланированы, вы говорили о каких-то мероприятиях культурных, на 12 августа, что-то там, я так понимаю, фмустируется там какой-то 8 мая, что-то еще. Подскажите, пожалуйста, когда были запланированы эти мероприятия конкретно на 12 августа? Ведется текущая работа, я боюсь на акции. Когда? Скажите дату. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, знаете ли вы, когда День молодежи в Российской Федерации? Вы просто поясняли, что идет подготовка к Дню молодежи. Я и спрашиваю, знаете ли вы, когда День молодежи? Я задаю вопросы конкретно по тексту представителя правительства Севастополя, Ваша честь. Мы подлежали там снятие, потому что причине, что если вы заявляете о каких-то обстоятельствах, то вы взгляды не предоставить доказательства. Это предусмотрено гражданство процессуальным кодексом. Кроме того, как вы понимаете, совершенно правильно вы имеете заявление, что вы доказываете законность действий с законом, возложенным на депутационную надпись. Это могут быть. Либо вы не должны говорить, но вы должны понимать, что на сегодняшний день следующий вопрос, который будет вы говорите, почему, если были запланированы веропректия на это предупреждение, почему вы в отказе согласования не делали? Пожалуйста, по этому ответственность, мы ставим представитель именно фокаленом занимать. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Ваша честь, а, извиняюсь, представитель правительства Севастополя, подскажите, пожалуйста, по вашему мнению, при проведении Дня молодежи Украины на площади Нахимова, ну, Европы и Америки, да, которые 12 августа, к сожалению, это не российский день молодежи, вот, будет безопасно? Во-первых, все массовые мероприятия, я же еще раз повторяю, они, наверное, же обеспечиваются специальными, как бы сказать, имеют зону безопасности. Не, вы говорите, наше мероприятие безопасно не будет, а вот концерт группы «Ласковый май» будет. Я и спрашиваю, почему вы так считаете, что наше не будет, а «Ласковый май» будет? Вот поступили сведения, ну, то есть, я так читал, представитель группы «Ласковый май» сказал, что там будет 30 тысяч человек, не 3, а 30. Ваши службы были привлечены военнослужащими полицейские. А подскажите, пожалуйста, а вы можете привлечь этих военнослужащих на наше публичное мероприятие? А никто не отказывает нам в проведении этого мероприятия? На площади Нахимова я имею в виду. Ну, вот на площади Севастополя-Магроса он будет, собственно, будет сроки доставки. Подскажите, пожалуйста, вы сможете обеспечить безопасность нашего мероприятия на площади Нахимова? Ну, если вам приспособность, то Нахимова я... Я вас конкретный вопрос задал. Просто ответьте на него, да или нет. Я не готов ответить на этот вопрос. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, вы сказали, что в это время проводятся экскурсии. А какие и каких конкретно туристических групп? Ну, частных предпринимателей уже давно нет. Есть индивидуальные предприниматели, уважаемые представители правительства. Вот. Ну, какие-то они где-то везде работают. Они могут и по солдату, и матросу ходить. Ну, я имею в виду по территории памятника. Мне кажется, мы уже просто... Хорошо. Вот вы сказали, что какие-то мероприятия могут быть в планах, но это все тяжело, но все планируется, и все непонятно, запланируется, не запланируется. Подскажите мне, пожалуйста, на 12 августа были ли запланированы мероприятия до подачи нашего уведомления? Ответок, представитель департамента внутренней политики. Он готовил... Это ему предложение, который вам... Хорошо. Тогда этот вопрос отложим для специального, для исполняющего обязанности департамента внутренней политики. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, вы сказали, что на солдате и матросе, возле памятника солдаты и матроса, есть освещение. А это откуда у вас информация? Я, когда поднимался, вот однажды с площади 300-летия флота Российской Федерации в память такую солдату и матросу, не увидел ни одного фонаря, только там на... Там какой-то был стрип-бар Распутин, вот там светило. В любом случае, вы отправите по локам, во-первых, а у вас... Я задаю вам вопросы. В любом случае, по вашему степени... По времени вашему... По заявленному времени будет... Подскажите, пожалуйста, во сколько проводился праздник для ВДВ возле памятника солдату и матросу? Ну, я сказал, что я... Это на моей памяти, во-первых, а во-вторых, я не готов встретить во время... За время праздника праздника. Подскажите, пожалуйста, мы уведомления подавали о митинге или о шествии? Митинге. А вы просто все время про шествия говорили, я поэтому уточняю. Мы шествовать не собирались. Вы говорили о шествии, я называл... Вы говорили о шествии, да. Трижды. Я поэтому уточнился. У меня нет вопроса, в вашей честь. Ну, остались только к исполняющей обязанности Департамента внутренней политики. Поясните, пожалуйста, я правильно вас понимаю, уготовил ответ заявителю по данному производственному делу, но, сколько я понимаю, готовил Департамент правительства, правильно? Да, уважаемый. И юридические правовые вещи, правильно? Да, уважаемый. Возвращаемся по поводу тех оснований, которые не заявлены, как основания изменения места в политике и медицине. Прините меня, пожалуйста, есть ли какие-то доказательства того, что есть жалобы от предпринимателей общественных и туристических организаций о возможности затруднения в проведении данного производства? Возвращаемся по поводу тех оснований, которые предусматривают реагирование правительства Севастополя на жалобы, подавая на личные формы. На свидетельство Севастополя нужно быть на жалобы в сисьме на виде поданной, поэтому все в устном виде это уже даже не слышно. Слушайте, пожалуйста, я правильно понимаю, доказательства обращения лица существующих предпринимательскому деятельность на площади Нахимова, по крайней мере, то, что указано в вашем уведомлении, я правильно понимаю, доказательства? Слушайте, пожалуйста, есть доказательства того, что поскольку, насколько я понимаю, мне согласились вам, это известно, организаторы массовых выборов веки, мне согласились с проведением, есть доказательства того, что памятник солдателю Матросову, которого вы предлагаете перенести и полагает на медицинской альтернативной площади Нахимова. Скажите, пожалуйста, департамент внутренней политики, с удовольствием сказать, правовое дело, которое вот писал вот этот... Расскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, это юрист департамента, который исполнил темы, это юрист департамента внутренней политики, правильно я понял? Расскажите, пожалуйста, нет доказательства того, что вот это предложено в армии альтернативное беспроведение, оборудовано для массовых мероприятий, вместимость по меньшей мере 50 человек. Есть какие-то сведения об этом, что там может быть, может разместиться в конкурсных условиях, 3 тысячи человек, что там оборудовано, освещение, и есть обеспеченное это место проведения, обеспеченное отраспортное средство. Можно, действительно, Ваш вопрос по омире, но для общей информации, а конкретно, для того, чтобы вы не политики, если вы полный регулярность, он просто может помнить, действительно, конкретно, по данному вопросу. Вы давно читали, вы представляете чьи интересы, не поверите. И тут вы отвечаете, в том числе, если мы не правительство, просто департамент, который, которым мы в больничном ответим, департамент внутренней политики города. Но, насколько я понимаю, если мы не изменяем память, то предназначение доказательств относится и участие в судебном заседании, и достоинное представительство, и правительство Севастополя, и предложено направленное дело, откуда вы, собственно, сюда идете, правильно понимаете? Вы скажите мне, пожалуйста, есть, в принципе, вот, хотя бы, по этому ответу, к этому вопросу. Я не хочу слышать никаких обозначений, потому что, как и дальнейшее, и права отключения, извещения правительства города Севастополя в 16, в 25, в 5 минут. Поэтому все ваши, как бы, умозаключения по поводу выходных дней, с важной дни, скажите, ну, уж, кстати, с учетом подготовки к этому судебному заседанию, такое лучшее обозначение было бы. Скажите, пожалуйста, что помешало целому предназначению Севастополя, по крайней мере, получить сведения о том, что там, в принципе, на годы, которые принимают или на дочери, или на дочери. Ну, уже с жалобами, понятно, в том, когда относимся к устным жалобам, не реагируя на письменные. Но, по крайней мере, скажите мне, пожалуйста, что помешало на сегодняшний день юристу, который представляет интересный правительство, и даже не смотрится первого лица этого города, губернатора, вот, чтобы не верить вот так, как вы делаете сегодня, что помешало выяснить, есть ли учиты предпринимателей или, которые могут устно пожаловать? Я не готов вам ответить на вопрос. Что это такое? Не знаю, почему он не готов. Шестой раз, да? Не знаю, что шестой раз, да? Я не знаю, где он ответит. Скажите, скажите. Слышу представителя гибротального интервью интервью интервью. Я так, Светланович, надеюсь, от вас услышать, когда вы подписывали вот этот ответ, я спрашиваю его исполнителя, чем подтверждается он. Хорошо. Какое ответ получилось? Это было такое, что, да, действительно, в писемном виде на ознакомление жалобы не направлялись, я не могу сказать, вылили эти писемном виде или нет, но мы собрали писем в первую приемную, писем на звонки в первый прием и в дежурном блоге. Мы пытались сегодня взять объяснительную записку с дежурного, по первой приеме, на информацию, которая была в прокате. У нас сегодня, к сожалению, в работе не было. На обращение обращения. А так что-то один человек, конечно. Я согласен с вашим замечанием, что никакой документ не регламентил в этом. ответ на обращение. Но, учитывая, как бы, предназначение... Вы можете доказать, что... Учитывая, что единственный закон, который может раздражать, а жалобы... Я думаю, что если я пригласил от местного дежурного и дегенера, который в приемной находился, он в устной форме... Да. В целом случае, после Шматрова я именно акцентировал, есть ли какие-то звонки, есть ли какая-то доказательная база, чтобы упоминать какие обращения в своем... А что вообще есть там в жалобах? Нет? Или хотя бы сведения получить по увеличению государства? Это достаточно доступная информация, только вопрос о том, что вы обязаны доказать право мнение своих действий. Я думаю, здесь подход был такой, что, как бы, нормы, количество пассажиров, которые, больше которого не рекомендуется проводить какие-то дегенерные предприятия, они же рекомендуются, как бы, нормы. И представитель своей речи, ссылался на то, что увеличился пассажир поток, очевидно, хотел бы обратить внимание на то, что большое количество людей, которые, ну, никак не обойдя то, что прохимово, и эти места идут, я представляю, идут несовершеннолетние дни. Когда стоят три тысячи человек, здесь правильно возвращали внимание, что какие-то препараты разрешались проводить, ну, согласен, три тысячи человек, еще такой верхний, современный, известный собитый, не надо. Поэтому, если идут люди, ну, они могут избегаться. иди, прикидывай, ну, чего смеют, все идут дети, школьники, в шестерах странах, в шестерах, стоят три тысячи человек. Я знаю, мой друг, наверное, пошел бы и позвонил, скажу, что мы видим поэтому это было как бы очень много. Вот, самая главная организация, я считаю, вот, последняя организация, что, эээ, именно возможность пользоваться туристическими условиями Мы вязали даже вопросом. Площадь Тихимова отличается от площади солдат и матрицы. Именно тем, что там идут люди по своим санкетам. Она не такая пустыня, как площадь солдат и матрицы. Я понимаю, конечно, заявители, что легче провести мнение, когда проходят люди, а не как-то бы из него быстро подсоединяется, количество становится больше людей. Площадь солдат и вопросов, куда приходят те, кто действительно, получив помещение, приходят, чтобы выразить какие-то свои реализационные права и так далее. Что касается вопроса, подготовленная площадь или нет, мы насчет освещения не знаем, что там фонарь есть, приятные или нет, не проверяем. Действительно, с 18.30 до 20 часов просвещение, по-моему, не актуально. Проводило, что доступность на нескольких сутен метров дальше, чем фонарь еще до этого. Однако, в 2-го часа мы проводили 2 мероприятия. Первый проводил достав в 10 часов, в 2-й сутен человек. Второй, я не помню название общественной организации. В это время было где-то 17.30, они делают заявку на это мероприятие. Поэтому, ну еще, можно сказать, не совсем, как и аргумент в нашем федеральном разбирательстве, но готовится к правилам закона местного, который расширяет, не расширяет некоторое трактое положение 54-го федерального закона на массовые демонстрации, массовые мероприятия, шествия и демонстрации, как даже. Он определяет, как сказано в этом законе, места, которые будут отведены в городе Севастополь для проведения таких демонстраций. Понятно, что никто не запрещает трудительство какое-то, но в том числе, в первом, в этом перечисле своих больших ценаторий вопросов. Так как написано, можно возносить большое количество людей. И, я так понимаю, что права этого вывода у каждого существует, но не для ничего ценатория не нарушается права себе от другого человека. Если кто-то не может попасть на кадр или провести экскурсию, или приехать на оплаченную экскурсию, разместиться на площади и так далее, то это тоже нарушение оправки. И здесь, по-моему, мне важно, какое количество людей от этого пострадает, как запрашивали, изменительно послышать потоку, как будто конкретным текстом и так далее. По этому из этих соображений было ни в коем случае не запрещено проведение, а перевесено в более место, которое не только достаточно нормальное для проведения данной акции, но также не обращает и другим гражданам, гражданам и гостям города по существу своих прав. Вы, кстати, ожидаете, что это место разница на площади, на части... Я понимаю, что было бы очень неплохо, чтобы я принес паспорт в место... Не поверите, было бы вообще, если бы ты хотя бы одно доказательство... Ну, такая работа... ...из этого... ...чак... ...измите... Такая работа только началась... Прошедшую неделю проведенное было участие, было совещание, где определили составом участников комиссии и начало работать по паспортизации мест массового пребывания... ...паспортизации мест массового пребывания, в принципе, там есть освещение или нет. В 17.30 освещение не достаточно, естественно. В 17.30 это массовое предприятие. То, о чем я спрашивала, это выяснение обстоятельств, то другие совершенно ответы. Вы отработились с тем, поступили возражения против предложенного места. Вы отработились с тем, есть там освещение? Почему не принести сейчас? Потому что это не паспорт. Почему сейчас не принести доказательство того, что это равноценное место для проведения? И там могут разместиться 3 тысячи человек. Что оно освещено и имеет... Да, как оно не тратит. Честно, я вас попал. Очень честно. Но у нас тоже эта тема не конспектизирована. То, что это может относиться к проблемам количества людей, известно только опытным людям. Точно так же и в общественной области. Очень даже массовое предприятие. И 3 тысячи человек по меру. Мы не согласились с альтернативным меропроведением, потому что мы не считаем его альтернативой. И указали, почему не считают его альтернативой. Они по количеству возможности разместить 3 тысячи людей. И поэтому вам указали, в связи с чем вы отражали. Так вот, согласитесь со мной, что вы обязаны в это судебное заседание предоставить доказательство того, что, поскольку законно вас подлакает время доказывать, что вы подлужили на том, что это то ли это то, которое осуществляет в данном городе государственную политику. Потому что, чтобы называться представителями государственной власти, в том, что это то, что есть освещение, есть инфраструктура, и, значит, это место делоты неправильные, потому что это место не способствует. Ваша честь, абсолютно согласен. Но я, как и был мой коллега, узнал, что это не в качестве альтернативы. Это не в качестве альтернативы. Я не знаю, но еще раз нужно повторить, что... Ну, уже не вестали слышать, потому что, как вы слышали, так и с тем количеством представлений прокуроров, про прощения граждан, не упомястили. Я уже, ну, не слышу, у меня заключение ваше, потому что, потом, по рейтингам, что кому-то непонятно, что это усеченное время рассмотрения не у меня, не у вас, не у кого-либо в двух месяцах для рассмотрения, чтобы составить вас в конце концерта в прислании своей обязанности, предупрежденные законы обеспечить доказательства, подтверждая правом медленности своих действий, не у меня в нас нет этого времени. Ну, просто потому, что на консульсарте назначили жить. Я согласен. Поэтому, когда вы получили, мне не интересует. Вручено правительству города Севастополя в 16-20 в пятницу. Поэтому я, конечно, очень не знаю. Понимаете, да, я не уверена слышать. Мало того, что вы нарушаете сроки рассмотрения обращений по заявлениям, вы не реагируете еще и на поврежденные законы. Ну, а за то, вы вообще же отрепожили меня. И по ссылкам обращения, я не согласен. Документ был подписан и отправлен с 3-го числа. Узнав во вторник, приветствую, что не получено заявление, что было дано правительственное указание, советую вызвать заявителя и вручить копию. Я согласен со всеми вашим другом. Я согласен со всеми вашим другом. И считаю, что пока нет местного закона, обязательность по сфальтизации мест, делали целиком по цикольному подходе, который требует. Разработка мессерного закона отказываетесь. Правовую правительство. Вы давно упадали свои предложения. – Ну, нет, правильно… – Но, сколько я знаю, вы 부드�р cumbersед до сезда, пожар Missouri projekти закончит. – Ате拐 CWOV clouset inc. Подскажите, пожалуйста, Вы подписывали ответ на уведомление. Поступали ли конкретно Вам какие-либо звонки с жалобами каких-то лиц на что-то? Нет, нет, нет. Кто-то конкретно говорил, что ему лично поступила жалоба какого-то предпринимателя на то, что ему 12 августа будет неудобно. Нет, я имею в виду, вот человек подошел к нам и сказал, что мне позвонили, жалоба. Я даже не дал исчездущие ответы, сказав кого. Не знаете, я понял. Подскажите, пожалуйста, Вы как исполняющий обязанности департамента внутренней политики, планировали ли, просто этот вопрос от него, к сожалению, предстоит правительство, он уже пошел, планировали ли Вы какие-либо мероприятия на 12 августа и когда планировали? Он сказал, что это Ваша компетенция. Да, я Вам именно подсказал, что я приведу. Вече тоже. В ответе, аргументация о том, что будет проводиться культурно-массовые мероприятия, в ответе Вы не давали. Благодаря информация о том, что планируется, Вы уже понимаете, какие мероприятия, как в тот же конце класса мая, ну, может до последнего дня. Подскажите, ответите, пожалуйста, на вопрос. Планировали ли Вы или нет? Потому что возможно проведение не в День Молодежи России, не в Международной День Молодежи, а в Международной День Молодежи, но, я не знаю, прирученный к культурному празднику, это просто... Ну, Европейский и Американский День Молодежи, он не международный. Американский или может быть? Ну, нам просто странно. Казахстан. Я знаю, что этот вопрос, в принципе, окончательно у меня, в Казахстане, есть проекты, но они еще не подходят. Олег Алексеевич, ответьте, пожалуйста, на конкретный вопрос. У Вас не планировали или не планировали? Запланировано ли проведение какого-либо мероприятия на площади Нахимова 12 августа? Вот так вот. То есть да или нет? Запланировано? В Департаменте внутренней политики, мы и думаем, что проведение 12 августа, то есть анаркополение Департамента культуры, такое мероприятие возможно планировать? Возможно, я понял. Подскажите, пожалуйста, Вы сказали, что на площади Нахимова экскурсии больше, чем экскурсии возле памятника солдату и матросу. Откуда у Вас эти данные? Вы там считали экскурсионные группы или как-то по-другому эту информацию получали? В целом случае я не видел, с какого количества мест туроператора, которое расположено на площади Нахимова, на тот порт... А туроператоры это не экскурсионные? Хорошо. В вашем пояснении уже на суду было специально отмечено, что перенося место проведения митинга, Вы руководствовались тем, что к митингу возле памятника солдата и матросу не будут присоединяться проходящие люди, потому что там никто не проходит, и туда надо специально прийти. А на площади Нахимова может кто-то вдруг присоединиться, потому что ему станет интересно? Или Вы руководствовались какими-то другими мотивами, перенося место проведения митинга? Ну просто это мотив, как Вы жули... Мотивации истинного ответа, изложенных правильных аргументов... Нет, это я сказал, что я понимаю Вашу позицию, почему Вам в том числе, надеюсь, провести на площади Нахимова. Я понимаю, что Вашу позицию. А чем Вы руководствовались? Безопасностью граждан руководствовались при предоставлении нам ответа и переносе места проведения митинга? Безопасность граждан обеспечивающих Ординой внутренних дел. То есть Вы этим не руководствовались? Это те, которые Вы просили обеспечить их в том числе и на площади Нахимова. А где это письмо? А у Вас копия есть для суда и для нас? Я понял, то есть... В 154-м закона мы укриняем Ординой внутренних дел, в том числе для обеспечения безопасности тех, кто проводит... Хорошо, спасибо. То есть безопасностью Вы не руководствовались, а руководствовались только тем, что нам ответили в письме? Нет, нельзя так сказать. Хорошо. Да, Ваша честь. Есть еще буквально несколько. Один или два вопроса. Вот Вы ссылаетесь на некий проект закона. Подскажите, он внесен в законодательное собрание? Я перед тем, как сказать, сказал, что, конечно, это не будет в качестве аргумента. Просто для справки привел... А, для справки, я понял. Если бы был, понимаете, ну, временем еще... А Вы читали этот проект? Не хотелось, чтобы все законы для жизнедеятельности города были... Да, уже полтора года прошло. А подскажите, пожалуйста, можно ли по тому проекту проводить на площади Нахимова какие-то мероприятия? Публичные мероприятия, я имею в виду. Мне просто интересно. Площадь Нахимова предполагается так же, как Графская близка, и площадь Нахимова определена только для проведения общей городской мероприятия. Памятных дат и этот праздник. Я понял. То есть это как бы мнение правительства, что так должно быть, да? Если оно будет в виде законодательного решения, то это будет принадлежать мне. Пока что это просто проект, который я сказал. Понял. У меня больше вопросов нет. Если позволите, Ваша честь. Олег Алексеевич, скажите, пожалуйста, каково расстояние от ближайшей остановки общественного транспорта до площади Нахимова? Я не эксперт на вопросах. Безусловно, расстояние гораздо меньше, чем от остановки общественного транспорта до площади Нахимова. Я вам скажу, что до площади Нахимова это расстояние менее 150. Олег Алексеевич. Да. Скажите, пожалуйста, когда Вы и Ваши коллеги планировали проведение мероприятия на 12 число, я имею в виду концерт Ласкового мая, учитывали Вы то, что эта дата совпадает с очень печальной для всей России датой гибели подводной головки курса? Я хотел принести документ, который планируется применять по проведению каких-то культурно-массовых акций 12 числа, но, к сожалению, он в стадии разработки и документов, как и он не является. Поэтому, как планировано для официального проведения мероприятия, я искренне сказать, сегодня не буду. Скажите, пожалуйста, Вы сказали, что есть информация о том, что, возможно, будет концерт на площади Нахимова. Для кого планируется проведение этого концерта? Ну, этот концерт для кого? Формат проведения даже я не знаю. То ли это будет померять, то ли это для всех жителей, то ли какое-то ограниченное количество будет в определенной зоне для формации. В общем, мы говорим сейчас о том, что может быть, а может быть. Вопрос, не говорите без доказательств, и никто Вас не будет спрашивать дальше. Ну, Вы же, это же Вы сообщили о том, что запланировано 212 мероприятия. Поэтому в церкви не написано, и мы должны были обсуждать. Я там не вопрос. Я сказал, что когда-то не ссылался. Поэтому мы взяли вот эту тему. Разве ссылался? Да, каким образом и когда Вы планировали, правительство планировало уведомлять о проведении концерта на площади Нахимова? Скажите, пожалуйста, когда Вы направляли ответ мне как заявителю, Вы рассчитывали на то, что я его получу в какой срок? Вот Вы, как человек адекватный, знакомый с работой нашей почтовой системы и так далее. В законе написано, что у Вас есть 3 дня на предоставление мне ответа. В какой срок Вы планировали, что я получу Ваше письменное уведомление, отправляя его почтой, причем почтой не заказной, а простым письмом? Вы планировали, что я узнаю об этом когда? Я руководствуюсь в норме закона, и я сказал, что если меняется время или место, то уведомление, когда вы даете ответ, даете переводнение всего. Я хочу услышать от Вас, Вы планировали уведомить меня или Вы планировали отправить ответ? Вы понимаете, это две разные вещи. Поскольку узнали, что Вы ответ не получили, проявили беспокойство и вызвали Вас, чтобы вручить кубик, потому что оригинал в этот момент может уже отрешел, а может шел гораздо больше. Но сколько я знаю, если с вечера отправят документ, в смысл утром, вечером он приходит, если вечером, ну, с утренней почтой приходят в пределы сенсора. Хотя не уверен, что почтой это... Почему Вы отправили мне ответ 4-го числа? Ну, я так понял, что Вы смотрите наш темпель приема. Приема? Абсолютно верно. Темпель приема. Я Вам совершенно ответственно сказать, что команда подписан документ, и команда отправить заявление была дана 1-го числа. Скорее, я не могу, но это было правильное время. Но на самом деле ответ был подписан 3-го числа. Ответ был подписан 3-го числа. Направлен 4-го числа. Когда направлен, что значит направлен? Не могу иметь. Что значит направлен? Обеспокоились Вы 5-го числа, позвонив мне по телефону. По какой причине Вас обеспокоило, что получил я ответ или нет, именно 5-го числа. Потому что действительно 5-го числа, Ваша честь, мне позвонили из правительства и спросили, получил ли я ответ. Но это было уже 5-е число, не 3-е. Я же Вам сказал, что в связи с массовой информацией была информация, что как же так, идет уже там какой-то, ну по Вашим причинам, если считать рабочие дни и должности, по закону считать, кстати, по закону считать, по закону считать, по закону считать, по закону конституционного суда. Там выходят, сказано, что если выпадают на выходные, то в субботу не считают. Это уже следствие считать. Ну не Вас, Вы не преднадите сейчас. Ваша честь, ну... Узнав, что Вы ответ не получили, Вас попросили в реке, закомнили Вас в группе ответ. Чтобы... Если бы Вы знали, что Вы так и беспокоитесь, наверное, на них социаловаться. Надо было Вас вызвать и выручить. То есть, что Вы... Тут вот я... Можно? Это маленькая наремарочка. Тут... Поверьте, Иван Иванович, у вас есть такое противоречие. Вы хотите делать, как бы, вину поставить, чтобы вы как можно позже узнали ответ. Наоборот, вроде бы было заинтересовано, чтобы вы как можно раньше узнали ответ и не готовили людей, ну, двигаться. Поэтому Вам, узнав, что Вы его все потом получили, было мощно. Я Вам со всеми ответственностью понимаю, что это именно... Возвращаясь к вопросу безопасности, скажите, пожалуйста, какая ширина тротуаров на площади Нахимова? Я понимаю, Вы хотите задать вопрос, который там воно висплисин был, что в результате собрания разрешалось проведение, а... Нет. Нет. Не мерил ширину тротуаров. Скажите, пожалуйста, а вообще по дороге... По дороге к памятнику солдату и матросу везде ли дорога оборудована безопасными пешеходными тротуарами, достаточными для перемещения большого количества людей? На всем ли пути дороги имеются такие безопасные тротуары? Ну, в объявлении, согласно статье 7 54-го феврального закона, сказано, что организаторы должны подать ответственных лиц, в том числе ответственных за безопасность. Если мероприятие проводится на одном-либо месте, то переплатывают дерьмо на... Ну, если Вы Вам попросили, могли бы выставить, скорее всего, так бы выставили рекорд-горовщик, который обеспечивал безопасность. Правильно ли я понимаю, что Вы отправили нас в заведомо необорудованное место, где была непосредственная уроза жизни людей, которая требовала дополнительного регулировщика? Я могу ответить, что заведомо оборудованное место, всего сколько, на сегодняшний день, законодательное, когда мы говорим, что если... где заведомо не оборудованы, значит, предполагающие не заведомо оборудованы, но мы просто... не сговоры ни о чем. Заведомо оборудованы, в том числе, больше таких, но нельзя сказать, что заведомо оборудованы. Вы можете предоставить, и вы, в общем, для посажения потока? А поскольку там проводились неоднократно, и не только в новейших, так скажем, а на предпроводной предназначенной площади, для того, чтобы там побольше клей, для того, чтобы там участвовало большое количество людей, различных... обязательно проводились в фестивале, там различных... Площадь Нахимова неоднократно использовала... Да, мы были там, никто не жаловался на недоступность и к этому, на недоступность, но сотрудненность я с этим. Это место какое-то недоступное для того, чтобы... Олег Алексеевич, вот Вы обозначили, что для того, чтобы митинг провести возле памятника солдату и матросу, Вы бы там выделили каких-то специально обученных людей, регулировщиков и так далее. А что Вам мешало сделать это при проведении митинга на площади Нахимова, предоставить специально обученных людей, регулировщиков, которые бы регулировали пассажиропоток с катеров, там экскурсионные маршруты как-то бы отрегулировали. Вот какая разница для правительства, куда предоставлять специально обученных людей? Я понял, извиняюсь, формулирую вопрос по-другому. Могли ли Вы предоставить специально обученных людей для регулирования пассажиропотока, если бы митинг проводился на площади Нахимова? Я не в компетенции ответить на этот вопрос. Вы ответ просто писали. Специально обученные люди находятся, как я понимаю, в Министерстве внутренних людей, которые могут регулировать потоки потоки пешеходов, потоки охраны. Вы ответ давали, что это будет сложно, потому что там пассажиропотоки, еще что-то, еще что-то. На чем это Вы его основывали? Это конкретно Вы подписали. Это ни департамент, ни правительство, ни департамент культуры, ни какой-то Вася, Петя. Ваша подпись стоит. Ну, категория сложная, я не знаю, что значит сложная, это очень не сложная. Послушайте, Вы говорите, мы предоставим людей для того, чтобы митинг провести возле памяти к солдату и матросу. Сможете Вы их предоставить для того, чтобы митинг провести на площади Нахимова? Если Вы посмотрите, я сказал, что мы предоставим людей. Мы можем предоставить... Я сказал на вопрос, Леонид Николаевич, что Вы бы мне не дали, я не понимаю, что да, наверное, я предполагаю, с точки зрения организации дорожного движения есть на пути следования на площади солдат и матросы, есть участки, где необходимо какое-то дополнительное регулирование прохождения больших масс, нежели чем на площади Нахимова. Поэтому я сказал, что полноразумно предположить, что милиция должна быть с этим регулировщикой... Уважаемый Олег Алексеевич, с меня, по-моему, последний вопрос. Правильно я понимаю, что Вы не разобрались в вопросе, можно ли проводить митинг на площади Нахимова или нельзя, можно ли проводить митинг на площади перед памятником солдату или матросу, нельзя. Что Вы не знаете, кто там как должен выходить, кто какие дорожки... Абсолютно не владеете сейчас материалом ни по площади Нахимова, ни по площади перед памятником солдату и матросу. Вы разбирались с этим вопросом? Вы подписываете ответ? Конкретно Вы разобрались с этим вопросом или нет? Я считаю, что проведение возле памятника солдату и матросу вносит абсолютно безопасный характер, а проведение возле памятника на площади Нахимова может ограничить действия жителей города, гостей города, туристов о проведении возле памятника на эту митру и ничем не ограничивает Ваши конституционные права на свободное проведение митингов и администраций. Подскажите, пожалуйста, Ваше мнение основано на каких-либо доказательствах или просто на Ваших убеждениях? Конечно, Вы не на убеждениях, но я считаю, что доказательства документально, как мы уже сказали, не смогли бы... Необязательно, наверное, для этого. ...объективным, субъективным обстоятельствам. Ответ не на убеждениях. Ну, покажите тогда на что. Вы можете и здесь рассказать. У нас есть еще несколько вопросов, Олег Алексеевич. Правительство должно было предложить альтернативное место проведения, которое по своим параметрам позволит провести мероприятие и будет, ну, скажем так, не хуже места заявленного в митинге. Скажите, пожалуйста, считаете ли Вы, что расстояние в 150 метров пешеходной доступности от ближайшей остановки общественного транспорта и расстояние в 1 километр, 180 метров до солдата и матроса, это альтернативное и адекватное расстояние для пожилых людей, которое не создает препятствий к их приходу на проведение публичного мероприятия? Ну, здесь получалось опять слово «хуже, лучше». Я считаю, что нет таких интеллиг, к сожалению, законодательств, которые определяли количеством километров, метров, попадали на парк. Определение лучше для нас или хуже. Мы вот предложим место достаточно близко к центру города, ближе к их площади, для нас нет, где-то не нарушая ничьих прав других граждан, абсолютно никаких прав. Вы бы осуществили свои профессиональные права на проведение подобного мира. Я вот, честно говоря, даже не хочу, вот эти категории, сакральные места и так далее, но я вообще не понимаю, почему такой ажиотаж? Проведение мероприятий никто не запрещал. И не дай бог, кто бы его запретил. Соответственность с 50-х годов законом были выполнены все нормы, утверждено время, а место предложено альтернативное. И какие-то, значит, руметированные, не руметированные, с вашей точки зрения, но я считаю, вполне обоснованные сведения, почему это место в данной ситуации и разгарах короткого сезона и ситуации Севастопа с количеством граждан, когда я там граждан не ходил, просто так место не проходило. Поэтому, вполне, место никому не мешающее. Я считаю, что 3000 рублей мог прийти, ведь дело, наверное, не в том, где провели, а что сказали, что обсудили, какие резонансы общественные мнения получили. Я думаю, в этом смысле абсолютно дождественное будет предъявить. Скажите, пожалуйста, вы не считаете, что вы нарушаете права севастопольцев на проведение публичного мероприятия, предлагая провести это мероприятие в фактически недоступном для них месте, не оборудованном соответствующими подходами, не оборудованными транспортной инфраструктурой? Вы считаете, что вы не нарушаете их права? Я делаю в честном согласии с севастопольцем недоступным для севастопольцев. Оно проектировалось, создавалось, строилось, место проведения именно в ваших акциях. И практика проведения показывает, что проведение там вполне возможно, в том числе я не в руках, что жителям пожилого возраста проще проектировать пять лет очень-то огромное количество. Но если вы хотите, чтобы не участвовать, можно их подвести каким-то образом. Олег Алексеевич, вы сказали, что это место проектировалось, строилось, и вводилось в эксплуатацию как место для проведения публичных мероприятий. Какими документами это регламентировано и подтверждено? Это моя сфера. Почему вы заявляете о том, что оно подготовлено к этому? Я считаю, что я все что вы можете сказать, но следующий вопрос о своем уже не совсем о последующем. о том, что я это дата вручения мне они как бы мне отдали его 5 августа на руки а получил то что я шестого большую часть а 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 Нет, Ваша честь. Нет, Ваша честь. Я еще кратенько, вот исходя из тех возражений, которые представили заинтересованные лица, хотел бы отметить прежде всего, что мнение Котлерова Олега Алексеевича по поводу того, что он не пропустил срок является ошибочным в силу постановления Конституционного суда 13 мая 2014 года, в котором указано, что праздничные и рабочие дни в данном случае учитываются как обыкновенные дни. И если необходимо дать конкретный срок, установленный законом, ответ, исполнительные органы субъекта Российской Федерации должны работать без выходных в праздничные дни, потому что законом установлен конкретный срок для ответа. Я зачитывал кусочек постановления Конституционного суда, в котором указано, что неважно, выходные, невыходные, пожалуйста, обеспечите ответ в указанный в законе срок. К сожалению, правительство Севастополя и конкретно исполняющие обязанности Департамента внутренней политики Котлерова Олега Алексеевича не обеспечили ответ в указанный срок. Они только 4-го числа сдали на почту, а и вообще 5-го числа все-таки удосужились вызвать заявителя для того, чтобы ему лично и вручить, собственно говоря, указанное заявление. Тут даже, ваше честь, то, что заявитель сразу же явился, 5-го вызвали, 5-го явился и получил ответ, свидетельствует на то, что если бы мы позвонили 3-го числа, он бы тут же явился и получил бы ответ. Точно на таком же порядке. К сожалению, правительство Севастополя, скорее всего, не успевало просто подготовить ответ и подготовило его только 4-го, вероятнее всего. Хотелось бы, ваше честь, ответить, что единственными основаниями для переноса места проведения митинга является, как я уже говорил, обстоятельства, которые могут свидетельствовать об угрозе обрушения зданий и сооружений или иной грозе безопасности участников данного публичного мероприятия, что не позволяет обеспечить безопасность проведения митинга. Ни на одной из этих оснований заинтересованные лица не сослались. Сослались на какие-то основания, которые, к сожалению, даже не смогли доказать в настоящем судебном заседании, а в соответствии со статьей 249 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации на них возложена эта обязанность. Не увидели мы, к сожалению, ни одного доказательства в настоящем судебном заседании. Почему-то органы исполнительной власти, когда давали ответ, хотелось бы отметить, что он должен был быть мотивированный. А мотивированный это значит на основании документов сделан, да, то есть у них к этому ответу должно быть уже априори в их делопроизводстве приложены конкретные жалобы, анализ пассажиропотоков, анализ других вещей. Однако ничего этого нет. Олег Алексеевич где-то что-то слышал про какие-то жалобы, звонки, никаких доказательств нет. Что-то где-то слышал про пассажиропотоки, что-то где-то кто-то, вероятно, не только ему, и еще в правовом управлении кто-то наширтал про увеличение населения в два раза. То есть на основании каких-то непонятных, неподтвержденных данных предоставлен ответ. Что касается невозможности предоставить конкретные доказательства в судебное заседание, Ваша честь, мы руководствуем с тем же постановлением Конституционного суда, с Ваших слов, телефонограмма в 16.25 была уже в правительстве Севастополя, по-моему, достаточно было времени для того, чтобы подготовиться в настоящее судебное заседание, хотя бы хоть какие-то доказательства принести. Хоть какие-нибудь, Ваша честь. Хотелось бы отметить, что наши права этим решением нарушены тем, что организатор мероприятия считает, что именно проведение мероприятия на площади Нахимова позволит достигнуть правомерные цели данного мероприятия в конкретном месте на площади Нахимова в конкретное время. И это мероприятие будет соответствовать его социально-политическому значению в полном объеме. В то же время нам предлагаемое альтернативное место. Будет достаточно сложно добираться всем участникам митинга, оно не оборудовано, освещения нет. Но там в целом я все доводы приводил. Хотелось бы отметить также, что проведение концерта на площади Нахимова и его безопасность, и пассажиропотоки почему-то не сильно беспокоит правительство Севастополя, в том числе исполняющего обязанности Департамента внутренней политики. Он не обеспокоился тем, что такие мероприятия тоже подлежат обеспечению безопасности. То есть фактически вопрос по обеспечению безопасности не изучался. Это, по моему мнению и по мнению законодателя, единственное основание для того, чтобы перенести место проведения митинга. В связи с вложенным, Ваша честь, мы просим признать незаконным решением правительства Севастополя 3 августа 2015 года номер кол 0215-01-1 об отказе согласования проведения публичного мероприятия 12 августа 2015 года на площади Нахимова и переносе митинга памяти по солдату и матросу. Обязательно правительство Севастополя, губернатора города Севастополя, согласовать проведение публичного мероприятия 12 августа 2015 года на площади Нахимова, в указанное в уведомлении время. В принципе, все. А, да, да, может, чуть-чуть, если можно. Да, я дополню, Ваше честь. Вы задавали вопрос, какие именно права, наши права нарушены, да? Нарушены наши права, как организатора данного митинга, на возможность донесения информации до самой активной части севастопольцев, которые не всегда имеют возможность быть мобильными. Именно поэтому мы подчеркиваем, что то место, которое предложено нам как альтернативное, не отвечает основным условиям по доступности севастопольцев к месту проведения мероприятия. Соответственно, мы не сможем донести ту позицию, которая транслируется нами и послужила основанием для организации данного митинга. Да, спасибо. Продолжение права ненарушенных заявителей, а предложено альтернативное место проведения митинга. Вот, ненарушенное наградательство, федеральное правительное происшествие в местных объятиях массового характера, ненарушенных институтов, честных федераций. Кроме того, в правительстве севастопольцов есть меры по улучшению заявлением, с проверенным на улучшению уведомления о расслаблении и предложении по святому новому ряду, что я не знаю, что заявитель будет. На основании должного вопроса влечить полным проблеме, когда я делаю. Мне все. Присоединение к словам. Присоединение к словам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...